Иное измерение русской культуры. Денис Иванович фон Визин «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях» Читает Евгений Бразов-Грушковский Книга первая. Эпиграф. Господи, даждюми помысл исповедания грехов моих. Неестественно человеку помнить первое младенчество. Я никак не знаю себя до шести лет возраста, Но без сомнения имел и я в себе то зло, Которое у других младенцев, видать, случается, То есть злобу, нетерпение, Любостяжание и притворство. Словом, начатки почти всех пороков, Кои уже окореняются и возрастают от воспитания и от примеров. Не знаю, для чего отнимали меня от кормилицы уже поздно. На третьем году случилось со мной сие лишение, Которое, как сказывал мне сам отец мой, Переносил я с ужасным нетерпением и тоскою. Однажды он, подошед ко мне, спросил меня, «Грустно тебе, друг мой?» «А так-то грустно, батюшка!» Отвечал я ему, затрепетав от злобы, «Что я и тебя, и себя теперь же вдавил бы в землю!» Сие сильное выражение скорби показывало уже, Что я чувствовал сильнее обыкновенного младенца. В четыре года начали учить меня грамоте, Так что я не помню себя безграмотного. Теперь пришло мне на мысль обстоятельства, Случившиеся во время моего младенчества, О котором я никогда никому не сказывал, И которые здесь упомяну для того, Что можно из него вывести некоторое правило, Полезное для детского воспитания. Родителей моих нередко посещала родная сестра отца моего, Женщина кроткая, и нас, племянников своих, Любила искренне. Она часто езжала в дом одного славного Тогдашнего карточного игрока, И всегда от него привозила к нам несколько игр карт, Коими нас дарила. Я не могу изъяснить, Сколько я пристрастился к картам с красными задками, И бывал вне себя от радости, Когда такие карты мне доставались. Но сие случалось редко. Сколько хитростей, обманов и лукавства Употреблял мой младенческий умишка, Чтоб на делу доставались мне карты с красными задками. Но как хитрости мои редко удавались, То пришел я в уныние, И для получения желаемого Решился испытать другой способ И чистосердечно Открыться самой тетушке О моей печали. Но признаюсь, Что и тут употребил я Некоторую хитрость, А именно, Нашедшись с ней наедине, Составил я лицо такое печальное И такое простодушное, Что тетушка спросила меня сама, О чем ты тужишь, Дрог мой? На сей вопрос признался я В пристрастии моем И, повинясь, Что я их всех обманывал, Просил, чтоб впредь на делу Доставались мне любимые карты. Ты хорошо сделал, друг мой, Что мне искренно открылся, Сказала она. Я для тебя привозить буду Всегда особливо Игру с красными затками, Кои в дележ Входить не будут. Я в восторге пришел От сего отзыва И тогда же почувствовал, Что идти прямой у дорогой Выгоднее, Нежели лукавыми стезями. Но должно признаться, Что в течение жизни Я не всегда держался Сего правила, Ибо Случались и со мной Такие обстоятельства, В которых Должен был я Или погибать, Или приниматься За лукавство. Не скрою, Однако ж, И того, Что во время Младенчества моего, Имея отца Благоразумного И справедливого, Удавалось мне Получать желаемое Чаще, Следуя Чистосердечию, Нежели Прибегая К лукавству. И я почти Внутренно Уверен, Что воспитатели, Ободряя младенцев, Избирать Во всем Прямой Путь, Предуспею, Тем гораздо Лучше Вкоренить В них Привязанность К истине И приучить К чистосердечию, Нежели Оставляя Без примечания Малейшие Их деяния, В коих Душевные Их свойства Обнаруживаться Могут. Поистине Не могу Я словами Изъяснить, Сколь сильны Пристрастия Из самого Младенчества. Я могу Сказать, Что на Картах С красными Затками Голова Моя Повернулась. Получение Их Составляло Некоторым Образом Мое Блаженство. И в Самом Риме Едва Ли Делали Мне Такое Удовольствие Арабески Рафаэлевы, Как Тогда Карты С красными Затками. По крайней Мере, Смотря на Первое, Не чувствовал Я Того Наслаждения, Какое Ощущал От Любимых Моих Карт, Будучи Младенцем. Чувствительность Моя Была Беспримерна. Однажды Отец Мой, Собрав Всех Своих Младенцев, Стал Рассказывать Нам Историю Иосифа Прекрасного. В Рассказывании Его Не было Никакого Украшения, Но Как Повесть Сама Собою Есть Весьма Трогательная, То Весьма Скоро Навернулись Слезы На Глазах Моих. Потом Начал Я Рыдать Неутешно. Иосиф, Проданный Своими Братьями, Растерзал Мое Сердце. И Я, Не мог Ши Остановить Рыдание Моего, Оробел, Думая, Что Слезы Мои Почтены Будут Знаком Моей Глупости. Отец Мой Спросил Меня, О чем Я Так Рыдаю. У Меня Разболелся Зуб, Отвечал Я. И Так Отвели Меня В мою Комнату И Начали Лечить Здоровый Мой Зуб. Батюшка, Говорил Я. Я Всклепал На себя Зубную Болезнь. Оплакал Я Оттого, Что Мне Жаль Стало Бедного Иосифа. Отец Мой Похвалил Мою Чувствительность И Хотел Знать, Для чего Я Тотчас Не Сказал Ему Правду. Я Младенчество Послужило Мне Самому К Извлечению Слез У людей Чувствительных. Ибо Я знаю Многих, Кои, Читая Иосифа, Мною Переведенного, Проливали Слезы. Не Утаю И Того, Что Приезжавший Из Дмитриевской Нашей Деревни Мужик Федор Суратов Сказывал Нам Сказки И Так Настращал Меня Мертвецами И Темнотою, Что Я До Сих Пор Не Охотно Один Остаюсь В Потемках. А К Мертвецам Привык Я Уже В Течение Жизни Моей, Теряя Людей Сердцу Моему Любезных Я По Истину Вложи Дитя Бород Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...